Две важные мысли. Ничего не бывает случайно, и нужно оставаться верным себе и уйти к своей мечте. Спросите, к чему я это? Сейчас расскажу. Уверен, каждый из вас хотя бы раз слышал, что такое эффект бабочки. Так вот, если вдруг вы не верите в эту теорию, то у меня есть для вас одна история. Что если я скажу, что всего один случайно увиденный мой элемент из паркура, который в детстве показал мой сосед, создал цепочку событий, которые привела меня сюда. Не верите? Давайте разберемся. Теперь понимаете? Один увиденный элемент привел меня к тому, что я стал одним из лучших брейк-данс-танцоров города. Стал преподавателем, нашел новых друзей и открыл для себя мир хип-хоп-культуры. И из этой истории вытекает вторая мысль. Предыдущая цепочка событий привела меня к окружению, которое также влияло на мою судьбу. Если сосед из детства повлиял на мое увлечение, то, став старше, цепочка случайностей привела меня к мыслям об открытии своего бизнеса. Это было круто, но быстро. Возможно, у вас появился вопрос, в чем здесь суть? Она проста. Нужно всегда слушать свое сердце, внутренний голос и оставаться верным себе. Ведь влияние окружения может как привести к чему-то большому, так и привести туда, где по-настоящему ты не хотел быть. Мой бизнес просуществовал 4 месяца, после чего был закрыт. Это был крутой опыт, но в один момент мой внутренний голос стал таким громким, что даже влияние окружения и все стереотипы взрослой жизни не смогли перекричать его. И в мое сердце, где был брейк-данс, пришла музыка. Две мысли. Ничего не бывает случайно. И нужно оставаться верным самому себе и идти к своей мечте. И даже став старше, помните это детское чутье, которое всегда точно знало, чего ты хочешь больше всего. Меня зовут Шамиль Сафралиев. Я бибой, музыкант и часть дома танца «Я фанк». И всего один увиденный в детстве элемент из паркура создал мою историю. Стоп-стоп-стоп, это еще не все. В этом шоу еще буду я со своими учениками, так что и в этом эпизоде мне тоже нужно местечко. Субтитры сделал DimaTorzok Меня зовут Леша и, видеть этого парнишку, вот когда-то это был я. Моя история пока что будет недолгой, но поверьте, однажды и обо мне снимут полный эпизод. Так вот, когда-то я начал заниматься брейк-дансом в Яфанке, и я, можно сказать, представитель нового поколения, который вырос именно здесь и, начав с ученика, стал преподавателем. В то время в школе происходили различные перестроения, но в итоге я попал в группу Шамиля, а в дальнейшем начал заниматься хип-хопом у Тами. Каждый раз я проезжал большой маршрут, так как жил в области, но очень хотел заниматься именно в нашем доме танца. Это вопрос к тому, что для кого-то расстояние может быть препятствием. И все, как всегда, сводится только к силе твоего желания. Я много тренировался и изучал оба стиля. В полной мере ощутив и хип-хоп, и брейк-данс, внутри меня все выстроилось по полочкам. И если в хип-хопе я хотел развиваться как баттл-танцор, то в брейк-дансе я почувствовал, что хочу стать преподавателем. И сегодня у меня есть большая команда самых маленьких танцоров. Совсем недавно брейк-данс был внесен в олимпийскую систему, что придало мне еще больше мотивации и создало новые цели. Я продолжаю развиваться, изучая обе ветки своего творчества. И моя цель и мечта – однажды добиться большого успеха как хип-хоп-танцор и, возможно, стать олимпийским тренером олимпийских чемпионов. И как когда-то мне приходилось преодолевать большие расстояния, чтобы заниматься танцами, затем пройти большой путь, чтобы стать тренером, я готов к своему новому пути, потому что точно знаю, что все в наших руках. Ведь так? Меня зовут Аниканов Леша. Я был учеником и стал тренером. Я часть дома танца Яфанг. И это моя история. Субтитры сделал DimaTorzok